Привет, друзья! Решил сделать подборку рыб, обзоры которых оказались самыми популярными в прошедшем году. Я учитывал только ролики, опубликованные в 2022, а рейтинг составил по сумме просмотров во всех соцсетях, где есть скалярики. Представляю топ-10 прошлогодних рыб. Будет интересно, приятного просмотра! На 10 месте разборы клинопятнистые, если точнее тригоностигмы. Рыбка популярна благодаря интересному внешнему виду и активному поведению. Даже несмотря на то, что из-за массового разведения на фермах клинопятнистые, которые можно встретить сегодня в магазинах, лишена более насыщенной окраски, свойственной для диких особей. Название свое получила из-за характерного рисунка на теле. Кстати, по форме этого рисунка можно легко определить пол рыбок. Клин у мужских особей острый и тонкий, а у самок округлый. Рыбка редко вырастает более 4 сантиметров. Содержать лучше стайкой от 6 особей. Для содержания такой стайки подойдет аквариум от 40 литров. Рыбка способна оживить даже хардскейп, хотя в аквариуме с живыми растениями смотрится более выигрышно. На 9 месте популярный барбус-мутант, он же мшистый. Мшистый звучит приятнее и более точно описывает внешний вид этой активной рыбки. Рыба сохранила все достоинства своего прародителя суматранца, в том числе неприхотливость и игривый нрав. А полоски слились в одну единую заливку, которая переливается от темно-зеленого до темно-синего, в зависимости от освещения. Вырастают до 6-7 сантиметров. Содержать лучше стайкой от 6 и более особей, иначе бывают задиристы. Для стайки мшистых барбусов подойдет аквариум от 50 литров. Крышка на аквариуме не повредит. Рыбы очень неприхотливые и идеальны для начинающих аквариумистов. На 8 месте гурами Вейлентон. Небольшая рыбка, вырастающая максимум до 5-6 сантиметров, окрас у самцов серо-шоколадный, вдоль тельца светлые полоса. А самки более яркие, особенно в период нереста. На серебристо-зеленом теле красные вертикальные полосы. У самцов нижняя часть челюсти слегка округлая, из-за наличия специального мешочка, куда самец собирает икринки во время нереста. Течения лучше организовывать спокойные, подмены нужны, но лучше их производить небольшими порциями, так как рыба не очень любит колебания и параметров. Рыб можно содержать и парами, так как стаинами они не являются, но лучше все же заводить группу от 6-8 особей, тогда наблюдать за ними будет интереснее. На такую группу вполне подойдет аквариум от 60 литров. На 7 месте далекие потомки карася и карпа, золотые рыбки. От своих предков они унаследовали массу свойств, позволяющих приспосабливаться к различным условиям, что и делает золотых рыбок такими востребованными. А селекция позволила создать невероятное количество различных вариаций. От красивых волехвостовых комет до уродцев с пузыреобразными глазами. Понятия красоты, конечно, у всех разные. Золотые способны подстраиваться под очень широкий диапазон температур, недоступные для большинства рыб, что лишний раз подтверждает их неприхотливость. И если вы создали комфортные условия, обеспечили достаточный объем, качественную фильтрацию и поддерживаете нормальный режим кормления, то краткотелые золотые рыбки могут вырастать до 20-25 сантиметров в длину. Кометы примерно до 40-45. И поэтому я бы не рекомендовал сажать золотых рыбок в аквариум объемом менее 100 литров. На шестом месте меченосец Геллера, более известный как зеленый. Это рыбка, вырастающая до 10 сантиметров. К сожалению, они не так популярны, как их яркие гибриды. Во всем же остальном, в том числе формы и тела, они практически не отличаются от собратьев. Содержать лучше группой, чтобы на одного самца приходилось 2-3 самки. Для такого гарема из 5-6 особей подойдет аквариум от 60 литров. И советую накрывать аквариум крышкой. Подобрались к середине рейтинга. И на пятом месте одна из некогда популярных живородящих – формоза. Маленькая рыбка с оливковым тельцем и широкой темной полосой. Рыба очень неприхотлива, но из-за неброской окраски сейчас не популярна. Самцы вырастают максимум до 2 сантиметров, чаще около полутора. Но, несмотря на скромные размеры, обладают огромным гоноподием, который выглядит абсолютно несоразмерно. Самки крупнее, вырастают до 3,5 сантиметров. Пару этих крошек можно содержать и в 10 литрах, но рыбка эта стайная, поэтому лучше подойдет аквариум от 20-30 литров. В таком объеме прекрасно будет жить десяток формоз, в пропорции 3-4 самца на одну самку. В естественной среде температура воды зимой опускается до 5, а летом поднимается до 26, местами даже до 32. Поэтому температурный режим можно подстроить под других обитателей аквариума. Четвертое место и отличный выбор для начинающих аквариумистов – Престелла или Тетра-Рентген. Имеет серебристые прозрачные тельца, особенно это заметно, если подсветить аквариум сзади. Но чешуя способна преломлять свет, таким образом проявляя золотистый отблеск. Вырастает рыбка в среднем до 4 сантиметров. Эта тетра легко приспосабливается к условиям содержания в аквариуме, благодаря природной выносливости. К примеру, в биотопах жесткость может колебаться в зависимости от сезона практически от 0 до 20, но размножается она только в очень мягкой воде. Содержать лучше стайкой от 6, а лучше 10 особей в аквариуме от 60 литров. Лучше всего смотрится в биотопных аквариумах с черной водой и приглушенным освещением. На третьем месте и весьма заслуженно бриллиантовая тетра. Небольшая рыбка, не вырастающая более 6 сантиметров, с достаточно крупной чешуей. Каждая чешуйка поблескивает словно бриллиант, отражая лучи света и оправдывая обиходные названия. И этих рыб рекомендуется держать стайкой от 6-7 особей. Подходящий объем аквариума от 60 литров. Одно время бриллиантовые тетра считались достаточно требовательными к качеству воды, но массовое разведение сыграло свою роль и рыбы неплохо адаптируются. Второе место и тоже заслуженно. Коридорос штерба, так как неприхотливость и дружелюбный нрав наряду с забавной внешностью делают этих сомиков одними из самых популярных. Коридорос штерба имеет интересный вид, со своеобразными светлыми отметинами на темном фоне. Грудные и брюшные плавники окрашены в оранжевый цвет. Вырастают до 6,5 сантиметров. Для небольшой группы от 6 особей подойдет аквариум от 40 литров. Но я бы рекомендовал хотя бы от 60. И учитывайте, что площадь дна более важна. Каких бы рыб вы не содержали, для каждой можно подобрать свой оптимальный корм. Достаточно лишь ознакомиться с линейкой качественных кормов сера. Корма без консервантов и красителей, легко размокают, но не теряют свою форму. Поэтому аквариум останется чистым. Корма сера отлично усваиваются, но перекармливать все равно не советую. Приобрести корма сера со скидкой вы всегда можете в интернет-магазине к заменю. Ссылка и промокод на скидку в описании. И самое неожиданное для меня, первое место. Нажмите на паузу и попробуйте угадать, кто же на первом месте. Уверен, вы не угадали. Это Акара Морони. Акара Морони вырастает до 11 сантиметров, самки до 8, имеет плотное круглое тельце и большие глаза, через которые проходит темная полоса. В брюшной части проходит еще одна отметина, напоминающая форму и замочную скважину. Но чаще она выглядит просто как округлое пятно. Цихлида не для начинающих аквариумистов, и ее стоит запускать только в аквариумы с устоявшимися параметрами воды. Объемом от 150 литров на пару. Молоть ведет стайный образ жизни, но половозрелые образуют пары. В период нереста выбирают себе территорию, которую охраняет самец, пока самка заботится о будущем потомстве. Не агрессивны, отлично уживаются со стайными харациновыми, при этом становятся менее пугливыми. Такой вот неожиданный рейтинг прошлогодних рыб получился. Спасибо, друзья, за просмотр. Если досмотрели до конца, то напишите об этом в комментариях, все должны знать своих героев. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok